Слава Трустямович Сегодня мы будем говорить о том, с какими проблемами можно столкнуться при покупке квартиры и как не стать жертвой мошенников и не потерять заветные квадратные метры. Прежде чем детально поговорить об этом, предлагаю посмотреть наш видеосюжет. Покупка квартиры – это кропотливый процесс, который связан с рисками. Приобретая жилье, покупатель может столкнуться с серьезными проблемами, отмечают эксперты. Например, связанные с так называемой чистотой квартиры. Поэтому, приобретая заветные квадратные метры, лучше обратиться к юристу. Не всегда должным образом у нас выписывают, когда идет приватизация. Не закону, может быть, выписали, например. Это может быть даже малолетний ребенок, который на сегодняшний день не прописан нигде. Это значит, что он может в судебном порядке восстановить свое право, а именно пожизненное проживание в данной квартире. И тем самым может объявиться в любой момент. Конечно, он выиграет данный суд. Здесь может быть несколько вариантов или возмещает, конечно же. А второе – это он может приходить там и проживать вместе с вами. При покупке жилья необходимо проверить и собственника квартиры. Первое, что нужно сделать – это убедиться в подлинности его паспорта. На сайте Главного управления по вопросам миграции МВД России опубликован список недействительных российских паспортов. А если сделка оформляется через представителя, необходимо, чтобы доверенность была заверена нотариусом. Слава Трустянович, можно ли человеку самостоятельно определить, чисто ли квартира юридически, да или нет? И почему? Любой человек может сам самостоятельно проверить юридическую чистоту своей квартиры. Для этого нужно сделать определенные шаги. Во-первых, запросить справку из ЭГРП. Это можно сделать, обратившись в многофункциональный центр и оплатив госпожем 200 рублей. По этой справке можно определить, является ли данный продавец собственником и определить, какие еще нюансы влияют на эту продажу. Например, есть ли обременение, аресты. Есть ли подводные камни при покупке квартиры, которая была получена в наследство и какие? Надо выяснить, кто еще мог претендовать на наследство на данную квартиру. Почему? Потому что срок исковой давности по таким делам составляет до 10 лет. И в случае, если найдется какой-то другой гражданин, которого вовремя не известили, либо который не изъявил письменного желания об отказе в наследстве, то он может через суд претендовать на свою долю. Из 100% сколько вы вератли из того, что долю все-таки вернут? Если суд признает его правоту, то это практически 100%. Если продавец квартиры в разводе и жилье было приобретено в совместном браке, может ли один из супругов претендовать на долю после продажи? Квартира, если была приобретена в браке, то здесь бесспорно вторая сторона имеет право претендовать на свою долю. Несмотря даже на то, что квартира может быть оформлена только на одного из членов семьи. И второй случай в том, что если второй супруг докажет то, что он вкладывал деньги либо в покупку этой квартиры, либо, например, участвовал в оплате ипотечных средств. На какие моменты покупатель может обратить внимание и для того, чтобы можно было снизить цену на квартиру? Могут быть какие-то скрытые дефекты. Это один из самых важнейших поводов для торга. Во-вторых, нужно смотреть на юридические аспекты. То есть, например, если в квартире опять же малолетние дети, это прохождение органов опеки, который значительно увеличивает срок продажи. Это опять же повод поторговаться, потому что иначе придется достаточно долго ждать завершения сделки. Как убедиться человеку, что именно собственно продают квартиру? Обратиться в МФЦ. Любому обратившимся можно по любой квартире получить выписку. По этой выписке можно узнать, кто реальный собственник квартиры. Если человек продает по генеральной доверенности, сразу возникают вопросы. Почему не сам собственник? И что должно насторожить, например, что если продавец не ознакомит вас с собственником под разными причинами? Это во-первых. Во-вторых, нужно очень внимательно прочитать сам текст доверенности. Имеет ли вообще он полное право продавать эту квартиру? Может быть, у него просто право на подбор квартиры? Что должен сделать собственник? Прочитав текст такой доверенности, он должен обратиться к этому нотариусу, который выдал эту доверенность, и убедиться, что вообще эта доверенность существовала, и она не отозвана. Какие-то сроки есть этой доверенности? Срок действия – один год. Либо нотариус обязательно указывает какой-то другой срок. В интернете частенько выкладывают квартиры по цене, которые значительно ниже рыночных цен. Это опять какой-то нюанс, который должен заставить покупатель насторожиться, или это в порядке вещей? Такие квартиры являются одной из составных частей мошеннических схем. Собственник недобросовестной квартиры делает несколько копий с документов на свою квартиру и через разные нотариальные конторы осуществляет одновременно несколько сделок. Для того, чтобы ему это быстро осуществить, ему как раз нужны более низкие цены. И так как сделка за наличный расчет занимает более 10 дней, иногда даже более двух недель, то ему вполне хватает времени, чтобы собрать с нескольких покупателей денежные средства и потом скрыться в неизвестном направлении. Если цена на квартиру более 25%, то это уже первый сигнал того, что квартира, возможно, продается мошенниками. Так это? Не то, что первый сигнал, это главный сигнал. Потому что все продавцы, они очень хорошо мониторят рынок, и поверьте мне, что поставить цену ниже рыночной значительной, никто из них не пойдет на это. А нужно ли вообще прописывать в договоре купли-продажи реальную цену? Прописав цену, например, раз продавец попросит занизить цены, чтобы уйти от налогов, в дальнейшем, если вдруг продавец передумает, такие вещи возможны, то он вам вернет за несоставившуюся сделку деньги только в том размере, который указан в договоре. Слава Трутьянович, как же все-таки опасить себя от мошенников и все-таки не потерять квартиру? Обратившись в серьезную компанию риелторскую, которая уже не один год на рынке и которая себя серьезно зарекомендовала, эта компания, она обязательно проверит все нюансы сделки. Она позволит вам совершить безопасность расчетов. Все гости нашей передачи, мы просим сформулировать топ-3 злободневных вопросов. Слава Трутьянович, слушаем вас. На продаваемую квартиру отсутствует право устанавливающей документы. Что делать? Он должен обратиться в БТИ и получить так называемую справку о принадлежности. Эта справка действует один месяц с даты выдачи. Если эта справка на руках, то уже можно как-то гарантировать, что с этой квартирой все хорошо. В чем заключаются риски при приобретении недвижимости через потребительские кооперативы? Эта квартира не будет вашей собственности до того момента, пока вы не выплатите полную стоимость поевых взносов. И в случае, если данный кооператив обанкротится, то вы практически лишитесь этой квартиры. Еще в чем заключаются риски? В том, что ваших поевых взносов, которые были рассчитаны изначально, может не хватить на строительство данного дома, в котором вы должны получить квартиру. В этом случае вам придется доплатить достаточно серьезные суммы, что сведет всю выгоду к нулю. Может ли вообще не зарегистрироваться право собственности? Первый вариант. Если в регистрации отказывает непосредственно сам государственный орган, то есть госреестр. И второй случай, если одна из сторон заявляет о прекращении регистрации права собственности. Слава, я уверена, что ваш совет пригодится нашим телезрителям. Мы будем рады вас видеть в нашей студии вновь. Всего хорошего. До свидания. Спасибо, Гульнас. До свидания. Рекомендую всем участникам сделки обратиться в проверенную риэлторскую компанию, которая поможет учесть все эти нюансы, поможет безопасно провести расчеты для того, чтобы вы стали счастливым обладателем квартиры своей мечты. Квартира неоднократно перепродавалась. Ее цена намного ниже рыночной. А собственник жилья продает недвижимость через доверенное лицо. Не оставляйте эти факты без внимания. Проверьте информацию. И тогда покупка не повлечет за собой проблем. И это действительно так. С вами была Гульнас Абдуль. На вопрос с экспертом присылайте нашу электронную почту stvinfosobakabk.ru. Или звоните по телефону 25 20 87. Напомню, анонимные вопросы не рассматриваются. На этом все. Встретимся на следующей неделе. До свидания. Тысяча женщин выбирает одежду торговой марки Помпа. Многообразие стилей, высокое качество. Стерлита Мак, Фабри, первый этаж. Арбат, второй этаж. Обворожительный. Роскошный. Неповторимый. Макияж от Снежанны Казаковой. Твой образ, твоя тайна. День добрый. Это Радио Комсомольская правда. Сегодня с нами вы узнаете. Все, чем живет страна. И может быть даже больше. Радио Комсомольская правда. Расскажем. Обсудим. Звоните. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова